Какие ситуации из разряда 18 плюс случались с вами на работе? В нашем колл-центре в 1999-2000 была одна менеджер. Она иногда проводила в своем кабинете беседы с сотрудниками с глазу на глаз. Во время беседы со мной она была в коротком платье или юбке и скрестила ноги так, что я увидел, что на ней не было нижнего белья и в зоне бикини была полоска растительности. Я уверен, что она заметила, что я увидел это, но не думаю, что она сделала это намеренно. Я однажды увидела, как моя коллега села на корточки в своем кубикле и показывала всем свой пирсинг на интимных местах. Я работал с женщиной, которая утверждала, что может достичь пика, используя только свой разум. Два раза я видел, как она демонстрировала это. Конечно, возможно, она лгала и притворялась, но было бы странно лгать о таком. Она утверждала, что чем больше людей смотрит, тем легче ей это сделать. Все выглядело достаточно убедительно. Я работала в сети фастфуда, и это была моя первая работа. Хорошо одетый бизнесмен средних лет вошел в наше заведение. У нас произошел совершенно нормальный небольшой разговор, который я уже не помню. Помню только, что он сказал, что несколько раз видел через окно, как я работала. Затем он вытащил что-то из кармана и протянул мне. Я инстинктивно протянула руку и взяла, оказалось, что это грязная салфетка. Он произнес очень мягким тоном. Хочу, чтобы ты знала, что я погонял лысого на нее, думая о тебе. Мила улыбнулся и неспешно пошел к выходу. Успел даже поздороваться с моим боссом, прежде чем выйти. Я не сразу поняла, что случилось и что делать, поэтому у него было достаточно времени, чтобы спокойно уйти. Он рассчитывал на это и сделал это специально. Весь остаток рабочего дня я проплакала в уборной. Эта ситуация резко контрастировала с тем, к чему я привыкла на работе. Мне очень там нравилось, все люди были изумительно добры. Потому моя бдительность была ослаблена и он застал меня врасплох. В нашей компании в каждом конференц-зале установлены камеры, которые все записывают в режиме прямой трансляции. Если в собрании участвуют сотрудники, находящиеся в двух разных залах, между ними устанавливается прямое соединение и обе комнаты могут общаться друг с другом через камеры. Трансляцию может включить любой сотрудник компании. В общем, мы были на собрании и когда она закончилась, кто-то установил соединение с другим конференц-залом. Оказалось, что находящиеся в том зале не знали о камерах и устроили не совсем приличное времяпрепровождение. Все руководители изумленно наблюдали за происходящим через экран с диагональю в 100 дюймов. Никого не уволили, но произошедшее еще долго будет преследовать тех двоих. Я работала в KFC. С нами работала противная бывшая стриптизерша и озабоченный менеджер. Она хотела уйти с работы пораньше, и он согласился на это при условии, что она позволит ему потрогать себя там. Они сделали это прямо рядом с камерой для разморозки куриц. Я уволилась оттуда через неделю. Я работал в международной компании, которая выпускала оборудование для видеоконференций. У нас было удаленное оборудование в лондонском офисе, и мы подключились к нему. У них было около 9 вечера для проверки. Их монитор был выключен, но камера работала. Я проверял сетевой трафик, когда услышал голоса. Взглянул и увидел руководителя и его ассистента мужского пола. Я занимался своими делами, когда вошел мой коллега и сказал «Слушай, имя у тебя есть? Что за хуйня?» Руководитель на экране встал на колени и приступил к делу. И мы с коллегой наблюдали за этим по нашему экрану с диагональю в 60 дюймов. Я сразу отключил соединение. Когда-то очень давно я работал ночным администратором в отеле. По ночам творилось много разной типичной несуразицы. Люди пытались уединиться в туалете вестибюля, в бассейне, пытались подкупить меня, чтобы я позволил им уединиться. Но все это довольно заурядные и скучные ситуации. Расскажу об одной ситуации, которая была слегка менее заурядной, как мне кажется. У нас поселился необычный гость, который по слухам был то ли наркобароном, то ли важным боссом мафии или кем-то наподобие. Он не был похож на такого человека. Обычный мужчина под 50, который ездил на очень дорогом внедорожнике. Он был немного дерзким, но в безобидном смысле. Я не видел, чтобы он делал что-то явно незаконное. К нему не приходили подозрительного вида личности. Но при этом он снял самый дорогой люкс и за все платил наличными. Так что как-то так. Он пробыл у нас около месяца. Что касается ситуации из разряда 18+. Однажды он вдруг заказал себе девушку по вызову. Не какую-нибудь дешевую, а из таких, которые работают в эскорт-агентствах. Это была роскошная молодая блондинка в коротком платье и вызывающий высоких каблуках. И те несколько человек, которые находились в вестибюле в это время, около часа ночи, не сводили с нее глаз, когда она поднималась в его люкс в нашем стеклянном лифте. Хочу отметить, она была очень горячей. В общем, я подумал, что мужику повезло. В принципе, как и ей. Он давал очень щедрые чаевые. Причем почти за любую услугу. Поэтому, хоть он и был в целом странным, персоналу он нравился. Прошло около двух часов. Эта блондинка спустилась в стеклянном лифте с туфлями в одной руке и платьем в другой. Без нижнего белья. Она явно была под веществами. Почти весь отель в это время спал. В вестибюле не было никого, кроме меня, сотрудника охраны и администратора. Но он ушел на перерыв в комнату отдыха персонала. В общем, она подошла к стойке регистрации и попыталась завязать со мной разговор. Мне было приятно смотреть на нее, но мы не были в фильме для взрослых. Поэтому я попросил охранника принести для нее одеяло. А сам вызвал такси, чтобы она поскорее убралась из отеля, пока не натворила делов. Охранник подошел к ней сзади, но она не согласилась прикрыть наготу одеялом. Сбросила туфли с платьем и убежала прочь. Жаль, что в колонках не играла музыка из шоу Бенни Хилла, пока наш крупного телосложения охранник гонялся 10 минут за хихикающей и взжащей ногой девушкой по огромному вестибюлю отеля. Наконец он догнал и поймал ее, но она каким-то образом смогла расстегнуть его ширинку и его шланг вывалился наружу. Очевидно, она была профессионалом в своем деле. Вот какая картина получилась. Крупный мужчина с прибором наружу и голая девушка, которая то пыталась высвободиться от одеяла, то схватить за шланг упомянутого крупного мужчину. И он не мог застегнуть ширинку обратно, потому что если отпустил бы ее, она бы, вероятно, снова убежала. В конце концов, она немного успокоилась. Он сказал ей, что такси подъезжает. Она согласилась уехать, но не согласилась надеть платье и перестать вести себя как ребенок, поэтому он так и не выпустил ее. Приехало такси, мы запихнули ее в машину, забросили внутрь ее платье. Она уехала, и только после этого охранник смог наконец застегнуть ширинку. Отель не досчитался одного одеяла, но это уже была не наша проблема. После этого моя жизнь на работе была довольно скучной. Около 10 лет назад работал в офисе. Вышел в выходной, когда мы были закрыты, но мне было нужно доделать пару проектов. Я решил погонять Лысого прямо за своим столом. Был молодым и озабоченным. Сделал дело, завернул грязную салфетку двойным слоем салфеток, чтобы выбросить, когда буду уходить. Не прошло и минуты, как вошел коллега. Ебать, чуть не попался. Подумал я и сказал ему, что собираюсь домой и что увидимся в понедельник. Вышел из офиса, заскочил в туалет и, когда выходил из него, вспомнил, что забыл телефон. Вернулся в офис и увидел, как коллега гонял Лысого за своим столом. Моя коллега слегка прижимается к моей промежности и шлепает меня по заду, каждый раз при любой возможности. Она не интересует меня, но мне льстит такое внимание. У нас на работе есть девушка, которая прижимается ко мне грудью, иногда задом. Клянусь, мне стоит огромных усилий, чтобы сдерживаться и не поддаваться. Но черт побери, если бы я не был ее боссом, был слегка более привлекательным и уверенным с девушками. И если бы у нее не было парня. Вау, слишком много если. Мне было 19 лет. Пришла на собеседование, чтобы устроиться официанткой в ресторан-барбекю Famous Dave's. Я была в платье без бретелек и выглядела очень мило. Менеджером был мужчина лет за 40. Он рассказал мне подробно о работе и ответил на мои вопросы. Мы встали, чтобы пожать друг другу руки в знак того, что обоих все устраивает. Когда я взволнованно вскочила со своего места, выражая благодарность широкой улыбкой, мои ноги наступили на переднюю часть подола моего платья. Платье опустилось до самых бедер, и я осталась стоять, дерзко тыча ему в лицо своими голыми титьками. Пошел на работу, потому что программа мониторинга сервера выдала сигнал тревоги. Когда я пришел туда, коллега в комнате отдыха мыл женскую туфлю в раковине. Он буквально вздрогнул, когда я вошел, и рассказал мне какую-то странную историю о том, что туфли так сильно воняли, что это отвлекало его, поэтому он решил просто взять ее и помыть. Я сказал ему что-то типа, а, ну хорошо, добросовестный сотрудник корпорации. Через несколько недель кто-то застал его, когда он гонял лысого на женские туфли. Как я узнал, многие сотрудницы оставляли сменную обувь в офисе, и он не применил этим воспользоваться. Во время разговора с руководством по поводу увольнения, он подчеркнул, что всегда мыл обувь после того, как делал свое дело. Как будто это как-то его оправдывало. Ему разрешили написать заявление по собственному желанию, полицию вызывать не стали. Хотя я часто задавался вопросом, какие обвинения против него можно было выдвинуть. Было ли это вообще преступлением? В день, когда он покинул компанию, руководство разослало всем письмо с объяснением того, что произошло. И с объявлением, что все, кто оставлял обувь в офисе после работы, могут попросить полную компенсацию у руководства. Я проходил собеседование в компании средних размеров, в которой был свой генеральный директор. Я претендовал на должность главы отдела логистики, хотя только что закончил колледж, поэтому руководство компании немного колебалось. Директор был очень крупным мужчиной. Представьте Кинг Пина из Марвел, только с жиром вместо мышц. Собеседование прошло хорошо. Когда я собирался уйти, он попросил меня передать секретарше, чтобы она вошла к нему. Эта женщина была очень привлекательной, но совсем не в моем вкусе. Я исполнил его просьбу и уже снаружи здания вспомнил, что забыл свою сумку, в ней были мой бумажник и документы, в кабинете директора. Я вернулся и постучал, директор сказал «Войдите», даже не спросив, кто это. Я вошел и увидел, что он сидел без штанов, секретарша была уже голая по пояс. Я замер в панике и закрыл глаза, но директор никак не отреагировал. Он спокойно спросил, почему я вернулся, я еле как сумел пробормотать ответ и извинения. «Ничего страшного, приятель. Бывает. Можешь открыть глаза и забрать сумку». Я послушался и взял сумку, стараясь не встречаться взглядом с обоими. Когда я уже направился к выходу, он окликнул меня. «Знаешь, имя, ты один из лучших соискателей, с кем я когда-либо проводил собеседование. Вежливый, профессиональный и умный. Думаю, ты заслужил кое-что». Он показал на секретаршу. «Могу поделиться». Я поблагодарил его за предложение, отказался и ушел. Я был даже рад, что меня не взяли на эту работу. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.